вот хотел уже отправить отправить на мойку вот эту чашку но все-таки решил решил отложить это дело до другого вот такой вот интересный момент там с десяток уже отправил на мойку но это все-таки решил оставить вот что здесь прокомментирую что здесь происходит вот видим рост какой-то черный такой вот не рост черное такое вот пятно и на фоне вот это черного пятна какая-то белая рост белого мицелия значит давайте более детально попробуем рассмотреть чему я не выбросил вот эту чашку значит это была инфицированная чашка петрии вот здесь это росла триходерма она росла вот по всей вот этой поверхности чашки вот это все было зеленая триходерма на тут цвела очень так замечательно потом она не знаю по каким причинам закончилась жатва или дыхать дышать дышать нечем или еще что-то ну в общем она здесь атрофировалась и превратилась вот такую коричневую какой-то серую такой вот остаток но самое интересное то что происходит сейчас на поверхности на поверхности растет белый пушок самое интересное что вот здесь вот здесь и вот здесь такие вот росты рост клеток скорее всего напоминающий именно вот те клетки которые были сюда занесены на посадку к сожалению допущена одна грубейшая ошибка на которой я всегда акцентирую микологов к сожалению не заклеил я название той культуры которая здесь высывалась не заклеил я скотчем поэтому узнать что это за культура растет на этой чашке невозможно растет какой-то мицелий но вот какой история уже об этом умалчивает к сожалению но вот эти признаки вот эти рост вот этих колоний однозначно что это рост мицелия который после вот этих всех трудностей которые на него свалили связи с триходермой прекрасно себя чувствует на ее поверхности об этом также может свидетельствовать вот эти белесые узелки которые образуются в самом мицелии вот такие вот сростки тем более вот эти тяжи которые здесь образуются это признаки роста которые вообще не характерны для роста триходермы растет она совсем абсолютно по-другому круглыми такими гомогенными кустами разрастаниями и ничего общего вот с тем ростом который находится сейчас на поверхности ничего общего с этим не имеет то есть большую уверенностью можно сказать что это мицелий который растет сейчас на поверхности этой триходермы если бы эта чашка была все-таки подписана я бы знал что это за культура то с величайшим энтузиазмом я бы принялся за отмывание этой культуры чтобы получить чистый вот этот мицелий который может расти именно на триходерме но к сожалению отсутствие маркировки на этой чашке наталкивает на размышления целесообразно ли все это делать ну однозначно что это скорее всего какая-то из вешенок скорее всего что это что-то из устричных или м5 или п80 с которыми я работаю но может быть и принципе королевская вешенка то есть результат можно будет узнать только по самих грибах и провести эту все эпопею это настолько долго и трудно чтобы идентифицировать саму культуру уже путем высевания на субстрат и получения уже плодовых тел но довольно таки сложный длительный процесс и стоит ли игра свеч в этом всем деле вот я не знаю пока я буду размышлять но однозначно что вот эту чашку я все-таки решил отложить там она мне эта чашка ничего не решает плане посуды там вот но интересно мне будет все-таки взять и вот эту культуру провести по нескольких питательных средах именно вот этого белого мицелия посмотреть как они будут себя вести и что будут как себе будут вот эти споры умершего триходермы как они себя поведут на питательных средах так что до следующих встреч желаю вам всего наилучшего ну и с вами был макселя